Владимир Соловьёв летом мыться ходит в баню уже лет 20. Он не заядлый парильщик, просто дома. На Владимирской 46-я, как только начинаются сезонные ремонтные работы, горячая вода становится холодной. Если долго спускать, вода теплеет, вот только выливается это жителям в копеечку. Счётчики заставили поставить, вроде поставили счётчики, а воды нету горячей. Холодная идёт. Прежде чем искупаться, надо полдня сливать её, чтобы пошла хотя бы тёплая вода. Она бывает только вечером, когда люди с работы приходят, начинают все спускать воду. Тогда появляется горячая вода. Вмешаться в ситуацию решили члены общественной палаты. Они предложили две схемы, по которым потребители смогут вернуть деньги за отсутствие горячей воды. Либо котельные напрямую перечисляют средства владельцам квартир, либо это делают управляющие компании. Вот только такая финансовая чехарда не устраивает ни горожан, ни управляющую компанию. Добиваться для того, чтобы они подключили нам циркуляцию, наконец-то, в этот дом. Когда будут работать двухтрубные системы, тогда и появится нормальный теплоноситель, и появится нормальный параметр горячей воды. Но эта проблема почему-то сразу отпадает, когда включается система отопления. Чтобы вернуть деньги назад, потребителю нужно сначала доказать поставщику, что вода из крана течёт не горячая. Для этого представители управляющей и ресурсных компаний должны прийти к потребителю и измерить температуру воды. Вот только котельные в большинстве случаев игнорируют жалобы владельцев квартир. В договоре между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией нету температурных параметров на входе в дом. Их вообще нигде в законодательстве не предусмотрено. То есть, если мы замеряем температуру в кране, она не соответствует. Управляющая компания обязана выставить претензию ресурсоснабжающей организации. Ресурсоснабжающая организация скажет, чем вы это подтверждаете. Поэтому чаще всего потребитель получает компенсацию от управляющей компании, а она, в свою очередь, судится с поставщиком. Рабочая группа по самоуправлению при общественной палате Самарской области решила примирить все конфликтующие стороны. И готова составить новый договор по водоснабжению домов, где детально пропишет все параметры горячей воды и всю схему компенсации в случае, если вместо нее в кране потечет холодное. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.